Они тут закрыли и ушла вода дальше. А к нам она пришла самотёком. Друга-то у нас пустая. У нас же воздух засасывает. Смывать унитаз только утром и мыться исключительно ночью. К такому жизненному укладу привыкнуть очень сложно. Но жителям улиц Гражданская и Хальзунова в частном секторе Березняков пришлось. Проблемы с водоснабжением района начались ещё прошлой зимой. Однако после нашего репортажа ситуация тогда стабилизировалась. Но в ноябре 2021-го всё началось по новой. Ежедневно воды у нас в домах нет от 10 часов до суток. У кого-то вода не появляется полностью неделями. Где-то уже заморожены трубы, которые идут от колодцев дальше к общедомовым коммуникациям. Как их размораживать, ну, далее мы не знаем. Мы обращались в целом во все инстанции, в БВК, в администрацию города, к мэру, в администрацию Пермского края. Обратились в Роспотребнадзор, в жилищную инспекцию. Ответов пока нет. По словам Натальи, диспетчеры водоканала поясняют отсутствие воды тем, что здешний водовод ведёт к центральным контррезервуарам города. И чтобы их наполнить, коммунальщики должны перекрыть специальные задвижки. Проблема в том, что единственная в городе бригада не успевает оперативно реагировать на аварийные ситуации и выполнять это действие. Кроме того, на подаче воды сказывается и состояние водовода. По оценкам самих коммунальщиков, его износ составляет 100%. 28-го числа с утра я обнаружил порыв между домами 40-й и 38-й. Прямо на дороге бежит ручеёк, бежит из земли. Естественно, я позвонил сначала службу 112, потом позвонил диспетчеру в БВК, передал эту информацию о том, что порыв водовода. Техники до сих пор нет. Отмечу, что жертвами неустранённого порыва становятся не только жители района, оставшиеся без воды, но и автомобилисты. Прямо на наших глазах один из них попал в яму, образовавшуюся во льду из-за протечки. Самое печальное в этой истории то, что все коммунальные службы знают о проблеме ещё с прошлого года. Однако никаких действий почему-то не предпринимают. Отчаявшиеся жильцы надеются, что хотя бы публичное освещение их проблемы в СМИ надавит на совесть тем, кто всё понимает, но бездействует. А пока у горожан, оставшихся без воды, остаётся совсем не праздничная перспектива и, соответственно, испорченное настроение. Алина Багрянская, Кирилл Яранцев. Наши новости. Мы надеемся, что коммунальные службы в преддверии праздника всё-таки сделают хоть что-то для устранения проблемы на Гражданской и Хальзунова. А десятки человек, живущих в этом районе, смогут нормально подготовиться и встретить Новый год. К этой теме мы обязательно вернёмся уже в 2022 году. Продолжение следует...